МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никто не может исправить своих дел, Не любя ближнего И не заботясь о его спасении Собственная польза каждого Соединена с пользой ближнего У кого две одежды Тот дай неимущему И у кого пища Делай тоже Иоанн Предтеча Мы стараемся все делать вместе Вот мы даже с Водюшкой И вот сейчас Стряпаем, например, манты, пироги Я стараюсь не уходить на кухню Стараюсь вот это Да, чтоб все вместе Семья Калимулина Это семья удивительной дружбы И взаимопомощи не только родителей Но и трех их сыновей Трех братьев Средний брат Вадим Родился с двойным обвитием пуповиной Сразу не закричал Потому попал в реанимацию Где провел несколько дней Спустя неделю Деляру с сыном Выписали домой Единственные возможные проблемы Со здоровьем ребенка О которых тогда предположили Со слухом Которые, кстати, позже не подтвердились Два с половиной месяца Мальчик начал держать голову И все вздохнули в надежде Что самое страшное Уже позади Но ползать, сидеть и ходить Одновременно со сверстниками Ребенок не начал Со слухом проблемы говорили И мы ходили, как пионеры, получается К сурдологу Все проверялись Ну и других специалистов Тоже проверялись вовремя Вот нам Поставили неврологию, ДЦП Сперва ставили парапорез Потом уже поставили Детский церебральный паралич Мы замечали то, что ребенок не сидит Плохо сидит Когда он начал ползать Ножку начал подтаскивать Сразу, как только стала понятна Причина отставания Вадима По физическому развитию Семья начала лечить сына Во всех возможных центрах реабилитации Что есть в Екатеринбурге В ОБМ В особый ребенок Потом уже в Талисман И так, в Горькое озеро Вот ездили в санатории В Сухом Лагу Вот это получается Вот уральские санатории наши В лечении церебрального паралича Очень важно время Чем младше ребенок Которого начинают лечить Тем проще научить его сидеть и ходить С каждым годом взросления Освоить эти навыки Становится все труднее В России такой диагноз Врачи ставят Когда ребенку, как правило Исполняется год А сами родители До момента, когда эта проблема Коснется их семьи И не знают об этом заболевании Так сложилось и в этой семье Слышали, знаете, мелько По телевизору Ну вот телевизору в тот момент По-моему, даже не показывали Может что-то показывали Но слышать, слышали А у нас, понимаете, вот получается Для нас это было Для нашей семьи Большая боль И то, что вот Все старались помочь ребенку Для нас это была неожиданность Это для нас было Для нашей семьи это был и удар Но мы себя, как Получается, взяли в руки И что нам советовали доктора То и так и лечились Что и делали Рекомендации врачей Мы все выполняли Когда Вадиму исполнилось два года Врачи еще раз подтвердили диагноз Уверив родителей Что ходить их сын не сможет никогда Но семья решила все же продолжать Активную реабилитацию Чтобы у ребенка появился Хотя бы какой-то шанс На будущую самостоятельную жизнь В основном мы реабилитировались В особом ребенке Три раза в год Ложились на лечение Ну и дома тоже Получаются парафинные ванночки ЛФК все делали Помимо реабилитации в Екатеринбурге В шесть лет семья съездила в Тулу Где Вадим и делали операцию По методу Ульзибата Лайзером надрезали напряженные мышцы Чтобы ребенок расслабился По возвращению домой Реабилитацию продолжили И Вадим начал делать несколько шагов Когда мама держала его за одну руку Это была маленькая Но все же очень значимая победа Но заниматься дальше Мальчик не смог При опоре на ногу У него появилась боль Выяснилось, что на каждой ноге Появился подвывик Забедренного сустава Мы получается И лечились И реабилитировались И дома Вот мы несколько шагов Делали за ручку Получается Мы за ручку Поднимались по лестнице Вот Мы только на подъем Опускаться мы уже не могли Ему было тяжелее И у нас Вот в тот момент У нас пошли подвывики Тазобедренных суставов Нам сказали То, что Пока это Да, остановиться В 9 лет Вадиму сделали Первую операцию На тазобедренном суставе Через год Провели аналогичную На второй ноге Все это время Ребенку запрещали Принимать вертикальное положение Очень было тяжело Да, да Ребенок Во-первых Это вот Подвыхили его шне Тянули И то, что нам Вот эти вот пластиночки Поставили Шинки Так Больно было, да Вот Все на обезболивающих Первое время Были после операции Шесть недель Мы были в гипсе После операции Сразу же нам На операционном столе Вот как Подложили гипс Вот мы Получается Вот прооперированы Мы в гипсе Потом уже Начало Переворачивать Ну С помощью мамы Так скажем Вот Пролежь не лечили Когда ребенок Восстановился После операции Реабилитацию Продолжили Но два года назад У Вадима Начались эпилептические Судороги Эпилепсия Нередко сопровождает Больных ДЦП Но самое главное При появлении Судорог Ребенку запрещают Проходить активную Реабилитацию Боясь Провоцировать новые А значит Уменьшаются и шансы Такого человека Однажды научиться ходить У нас было Двое Таких судорог Получается Вот первый раз Он испугался сам Мама говорит Я не могу ничего делать Что со мной Вот Ребенок Просто-напросто Потом заревел Вот меня Тянет И мне больно Несмотря на то Константин Константин Викторович Эти же Хвойные Ванны Все Постоянно Ребенку Ребенку нужно С пастику Снимать Ванна Нужна А у нас Этих условий Нет У нас Душевая кабина Вот в которой Мы моемся И то Ребенка Ребенка Садим на стул И получается Ребенка К счастью Болезнь Не задела Интеллект Ребенка И его Возможность Двигать руками Вадим Самостоятельно Кушает Одевается И пишет Этой осени Мальчик пошел Восьмой класс Обычной школы Но учителя Конечно Приходят к нему Домой В будущем Вадим Хочет стать Программистом Но Диляра Конечно Сильно переживает Как их сын Будет в будущем Жить без помощи Родителей Более в 16 лет Вадим Уже хорошо понимает Чем он Отличается От сверстников Ты уже знаешь Кем ты стать Хочешь? Да Программистом Почему ты? Я до 9 класса Буду учиться По компьютеру Все Понимаю Все Он очень переживает Очень переживает Потому что Он видит То что Все Ходят Получается Ну как Все здоровые Очень сильно Переживает За это У нас Как-то Был разговор Он говорит Мама Если тебя не будет Я У меня Тоже Не будет С летом Знаете У ребенка Такие вот Это Просто Напросто Мысли И он Это Уже Осознанно Сказал Когда ему Было 15 лет С полной Чтобы продолжить Домашние занятия Лечебной физкультурой Семье Прекомендовали Приобрести Вертикализатор Это специальное Устройство С помощью которого Человека С ДЦП Фиксирует Чтобы организм Привыкал К правильному Вертикальному Положению Нам доктора Порекомендовали Получается И вот И потом Мы уже Посмотрели Мы по интернету Я съездила Вот На склад Где они Тоже стоят Это вот Через Какой склад Можно будет Привести Их Вот И да Посмотреть Посмотрела И такие вот Вертикализаторы Я видела В этом В бонуме В особом ребенке В реабилитационном центре Вот Нам порекомендовали В домашних условиях Для того Чтоб Ребенка Дальше Мы с ним Занимались Не только В реабилитационных Центрах Чтоб Дома Дуже Работали Сейчас Для домашних Занятий У Калимулиных Есть ходунки И велотренажер Конечно Упражнения На них важны Но они Все же Не помогают Научиться Правильному Вертикальному Положению В ходунках Мальчик Сутулится Пытаясь Удержать Равновесие А на велотренажере И вовсе Сидит Вертикализатор Для чего Нужен Чтоб Ребенок Во-первых Для гимнастики Чтоб Чтоб Ребенок Стоял Это то же Самое Ну как вот Чтоб С ходунками Все равно Да Он не стоит Чтоб мог Свободно Передвинуть Вот Поставить Вот эту вот Ногу Так скажем Вот Шагать Мы Другим Вертикализатором Занимались Это вот Получается Возле стеночки Вертикализатор Мы ребенка Ставили И ребенок У нас стоял Вот Этот вот Вертикализатор В центре Нам тоже Очень сильно Помог И спинку Держать И осанку Выпрямить Если удастся Приобрести Такой Вертикализатор Вадим Ежедневно Будет стоять В нем Не меньше 40 минут Но Выдержать Даже Такое Небольшое Казалось бы Время Ему Вряд ли Будет Просто Но Мальчик Несмотря На все Трудности Готов Заниматься Когда Когда Вадим Вадим Сможет Уверенно В нем Стоять Можно Будет Учиться И ходить В первую Очередь Нам надо Учиться Стоять А потом Может быть Постепенно Делать Первые Шаги Так Скажем Стоит Такой Вертикализатор Почти 82 Тысячи Рублей В семье Работает Только Папа Старший Сын Устроился На работу Только Месяц Назад Накопить На такую Дорогую Покупку У Калимулиных Пока Не получается Для нашей Семьи Это Очень Большая Сумма Папа Работает Игорь Старший Сын Сейчас Устроился На работу Получается Но Пока Еще Нет Еще Накопитель Для нашей Семьи Уметь Ходить Хочется Конечно Каждому Невозможно Описать Силу Желание Ходить Мальчишке Подростка Когда он Сидит Дома А его Сверстники После уроков Гоняют Мяч Во дворе Мама Отец И два Брата Всегда Рядом С Вадимом Стараются Изо всех Сил Чтобы Он Не унывал Дорогие Наши Давайте И мы Поможем Вадиму Поскольку В специальных Центрах Ребенку Заниматься Нельзя Вся надежда На домашние Занятия В том числе И на занятия С вертикализатором 82 тысячи Рублей Относительно Небольшая Сумма Но она Очень важна Сейчас Чтобы купить Тренажер И дать Возможность Вадиму И дальше Заниматься Чтобы Однажды Научиться Ходить Субтитры